I have a way of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Голодушки, 9 декабря. Возможно, последний день в этой игре. Посмотрим. Перебрал с выпивкой. Перебрал. 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 Лили прислал меня на... Клейтон. Понял, спасибо, Клейтон. Сегодня похороны Мафа в Олени. Я забыл. Ладно, хорошо. А, это тот, которого мы случайно убили. Или да, точно. Сорян, чувак. Ты был настолько важен, что я тебя не запомнил. Да, сходи. Блин, вся смена меня не уважает. Никто меня не любит. Поехали. Да, всё, что хотите, берите. Пофиг. Хорошо. А сейчас они уже не будут ко мне лояльны. Даже если их буду кормить тем, чем... Я хочу... Нет, никого не буду посылать на расследование. У меня так людей нету. Да, хорошо. До свидания. Ничего не станется, если дела не будут распутываться. Ну, типа, в дальней перспективе, конечно, их нужно распутывать в ближней. Нет. Похороны Валентина. Да, чувак, извини. Так получилось. Дела в салоне идут неплохо. Вот... А, хорошо, хорошо. Там было 30 или 40 баксов. Тут уже 250. Супер. Они меня откатывают потихонечку. Хорошо. А если назад я видел ужасный сон, я была маленькой мышкой, за мной гласа черный фильм с горячими глазами. Он догнал меня и разорвал на части, клянусь и проснулась вся в царапинах. Я не знаю, как это объяснить. Вот мой код Настрадамус на такой точно не способен. В общем, я чувствовала себя ужасно и попросила Шурифа Уэллса о бессрочном отпуске. Он пообещал, что я могу вернуться... смогу вернуться в любое время, но вот я вернулась. Надо же мне как-то ипотеку платить золотой. Все-таки человек был Шуриф Волос, никто не сможет... Нам дали хорошего сотрудника, я так понимаю. Ты у нас что-то умеешь? Ты, ну, хорошо, по поинтам неплохо. Парикмахерская. Beauty and the Beast. Хе, красавица и чудовище. Хорошо. Маленький сын парикмахерши никак не хотел сидеть спокойно, мешал матери работать. Сначала она долго орала на него, а когда это не подействовала, женщина схватила горячие щипцы для завивки и прижгла мальчику ладу. Офигеть! Хорсман. Ну, хоть кого-то ответственность с ними отправить. Вот. Посмотрим сейчас к чему приведет проигрыш соревнования против мужика с костяной ногой. Так. Ударить шокером нельзя? Заломать? Оказать первую помощь? Давайте ломаем же, ломаем эту женщину и все. Коп заломал, арестовал, а мальчики позаботятся. Спецслужбы, соцслужбы, спецслужбы позаботятся. На тебе еще денечку переговоров. Альев. Ты хоть у нас и стал неконтролируемым, но по крайней мере все-таки можешь делать хорошие вещи. Так. В лесу дерутся двое мужчин. В странной одежде. Подожди. Может быть эти успеют вернуться. Я их еще раз закину на... Ну просто у него 970. Я слышал, что на вас навалилась работа, которую трудно назвать настоящей работой полиции. Подбор меню для подчинения. Это еще морока, правда? Им ведь никогда не угодишь. Я хорошо понимаю, что трудности сама работают в сфере обслуживания. Политовая могу вам помочь. Мое кафе может взять на себя все, что касается выбора и доставки еды для ваших... Ребят, вам нужно лишь выписать чек. И вы на все забудите о том, что у кого должно быть лежать тарелки. 12 тысяч. Где я тебе? Ну вот и все. Типа 12 тысяч нету. Все, до свидания. Второй раз мне никто предлагать не будет. Блин, перси. 185, 195. Давай вот этого отправим на... Накипь поедет. И вот эти ребята. Мистер Нэш, все прошло хорошо. Климзи вернулся. Супер. Алиев, я же говорю, хоть он и потерял лояльность, он все равно достаточно крутой чувак. И мне проще его отправлять, как паровоз такой. И к нему цеплять других людей. Тех же двух пьянчужек сейчас нацепили на него. Пусть едут, качаются. Спрингер, спрингера жалко немножко. Ну ладно. Итак. Проткуда он в магазине? Пожалуй, упорщица избивает мальчика за то, что он проехался на скейте по магазине. И этим же скейтами избивает, скорее всего. Молодой парень покосил газонокосилкой и лужайки возле дома мистера Барло. Но хозяин решил, что парень схалтурил и не захотел рассчитывать за услуги. Тогда парень направил... Включил газонокосилку. А почему такая разница? Ну, серьезно. 1300 и 700. Ну, ёппарас это. Тут мы розенгранца отправим. А тут и вот этих двух чувачков как раз хватит. Музыка с челмики. Челмики, блин, он просто меняется до неузнаваемости, когда у него меняется лояльность. Вот эти вот очки, волосы. Без них он выглядит человеком. В этом всем... Ну, кстати, МакПаррот тоже. Драка. Драки не было. Оказалось, что мужчины не дрались, а спарринговались. Они увлекаются восточными единобостами, занимаются только кимоно на свежем воздухе, я понял. Хорошо. Возвращаемся. 1750. Я думаю, сейчас вернутся наши ребята, мы сюда поедем. Гулявшие по лесу школьники заметили, как к лопасти заброшенной мельницы привезли девушку и кричат. Что-то кричат пара злых духов. Я не знаю, у меня просто в голове задание из Балдорсгейта, где гномы к мельнице привязали. Ладно. Толстая пожалуй уборщица прижала к стене мальчика для десяти и таскает его за волосы. Мальчик плачет, покупатели смотрят и не вмешиваются. Рядом на полу валяется скейт и банки консервированных персиков, за которыми пришел мальчик. Перцового у меня нету, давайте ее заламывать. Оттащил взбесившуюся уборщица от мальчика, арестовал и мальчика разбит нос и выдраны волосы. Но он будет в порядке. Персики. Давай тебе силу. Тебя сила сейчас выручила, вот тебе еще одну силу и закинем. А тебе скрытность на. Такое дело. Уборщица взбесилась. Так, хорошо, газонокосилка. Парень с ревущей газонокосилкой бежит за коротконогим мистера. Это уточнение, вот это вот, за коротконогим. То есть чувак не убежит. Бежать за парнем. Скорость. Вот у тебя хорошая скорость. Ну у розенкранца тоже хорошая скорость. Копрова, ну он запресту... За преступником, но поскользнулся на свежескошной траве и растянул себе лодыжку. Парень с газонокосилкой догнал мистера Барлова. Вогнал ему газонокосилку в ноги. Мистер Барлова скончался от болевого шока. Преступник. Ребят, вы в принципе, те, кто делали эту игру, вы в принципе понимаете, как устроена газонокосилка? И то, что если она врежется в ноги человеку, ничего не будет. Потому что лезвие не спереди, а не снизу, внутри. И перчь, блин, косоногая скотина. Ай, блин. Да, 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 давайте 100-500 вызовов, ага. Мистер Нэш, в нашем прийти для животных, прорвал трубу и теперь все помещения затоплены. Многие животные мы разобрали, потому что для больших псов у нас просто нет места. Пожалуйста, прийдите их на денёк в камерах участка. Всё равно ведь пустует. Пока не разберёмся с последствиями. Если откажетесь, то боюсь, животные буквально замерзнут на улице. Да, животных нужно защищать. Ранение Берча, да. Ладно, пофиг. А у нас хватит? У нас хватит, у нас хватит, хорошо. Лишь по лесу школьники заметили, как лопасти, да. Мне кажется, школьники нафиг пошутили. Блин. Мне кажется, школьники вот вообще пошутили. Хорошо. Проститутка обслуживает сразу несколько мужчин на лавочке в парке. И с матери-одиночки грубо вымогаю деньги за удобство. Может, я мелочи набью? Мой медиум сказал, что с наступлением сумерек злые духи. Иди ты со своими злыми духами, слушай. Вот эти вдвоём справятся. Ну, тут тысяча. Ну, ты же со злыми духами не поедешь, да? А тут и не хватит. Не хочу о нём заботиться. Ну, в смысле, его грохнут нафиг. Потому что вы сильно удивитесь, когда я скажу вам, что судья Хэмон Трэнд – коррумпированный ублюдок. Я это уже знаю. Я работаю его клерком и знаю, о чём говорю. Он единственный судья в городе. Абсолютная власть раздавила его. Абсолютная власть раздавила его абсолютно. Хороший подбор слов, дружище. Конрад. За деньги он готов отправить любого негодяя и неважно, что тот натворил. Недавно судья Трэнд отпустил на свободу серийного насильника, хотя улики были железобетонными. Я точно знаю, ведь все дела проходят через мой стол. Жертвы этого насильника были на оглашении приговора и просто не могли поверить. Плакали и плакали без конца, пока Трэнд не приказал вести её из зала. Тогда я уже понял, что так больше продолжаться не может. Давайте всё-таки свершим правосудие, мистер Нэш. Мы ничего не можем сделать судье Трэнту. У него есть дядя в Верховном Суде, сами понимаете. Но мы можем отомстить тому серийному насильнику. Я знаю, что он шивается в стрип-клубе, но его легко скупнуть. Так что отправьте с ним своего скрытного копа. Только так можно поймать мерзавца. Да и не забудьте выдать перцовой баллончик. Просто от метель насильника недостаточно. Хочу, чтобы он рыдал, как и его жертва. Если поможете мне восстановить справедливость, я хочу скрытный... ...с флешкой. На следующий день это задание у нас будет. Но сюда мы не поедем из-за того, что у нас просто людей нету. Потому что Берч Третий просто красавчик. Проститутка сбежала, да. Как бы вымогатель... А вымогательство было ложным вызовом, прикинь? Чтоб тебя мать и донечка в очередной раз совершал оплату ориентрейлера. Владелец все лишь напомнил ей об этом. От кого тогда, извиняюсь? Ладно. Разведка снайпером. Пожалуй, мужчина с ружьем за плечом. Перевязал девушку к одной из лопастей из заброшенной мельницы. И скрылся в доме. Лопасти мельницы. По качественным метрамм привязанная девушка плачет от ужаса и кричит. Папа, не делай этого. Прокрасся в дом? Давай пострали. Коб незаметно прокрался в дом. Мужчина... Вот он с газовым баллончиком, кстати. И хороший лентер. Мужчина с ружьем за плечом энергично ходит по комнате. Кажется, он ищет что-то в руке преступника. В руке у преступника канистра. Заломать. Нужна хорошая сила. Вот Климзи его ломать будет. Коб сумел заломать, арестовать преступника. Девушку удалось без приключений отвязать от лопасти. Мельница оказалась. Мужчина считал, что его дочь одержима лесным духом Пиросом. И хотел очистить ее огнем и ветром. Он решил пойти по стопам покойного владельца мельницы Ральфа Пикколи. Который уже однажды удалось таким образом очистить свою 16-летнюю племянницу. Удалось очистить или удалось сжечь его соляркой? На тебе тогда еще и скрытность. Будешь скрытным и сильным. Красивым. Только успейте приехать. Мне нужно пострами отправить вот сюда. Блин, они... Молодцы, блин. Красавчики. Ну, значит, пострами у нас на следующий день идет работать. А хотя нет, баллончик можно же выдать любому. Пофиг тогда. Сейчас. Два сбежавших у нас сегодня. Да? Да. Я опять в плюсе. Да пофиг вообще на Картера. В смысле 33. Идите нафиг. Да-да-да-да-да-да. Хорошо. А что, если у него только два копа на продажу? О, Салливан, кстати. Давно не виделись. Гузман. Свето-шумовую купил. Нафига вы мне это рассказываете? Ну, купил и купил. Почему мне каждый раз приходится вот это вот окей тыкать? Ход, наверное, шо. Ну, я куплю вот этот газовый перцовый баллончик. Продолжить. Так, Алиев. Ага, понятно. Ясно. Офигеть. Так, вот Брэдхи сейчас вернется и Дольче вернется. Завершаем день. А, опять эти затянута долгие сцены. КАВАТЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИ ВИЗУerer ЭТИЕ Executives væriumимаемой пас У меня есть моё прошлое Ты же не сказал, что не пить? Да, я не пить Я уже прошел этот ордил, но ты... Нет Ну, это ничего, что ты встал О, я не встал Ты можешь быть уверен, что это Будет правильной Вот твоей помощи мне только и не хватает Что-то уничтожили мою жизнь Ли и стабильность Так что он... Он меня встал Встал в голову? Он был умный человек Он меня встал в библии, Коран и Тора Он мне сказали, что он не знал Что я думал, что каждый правильный человек Всего он думал, что он думал Он должен идти через эти три степи Первый степь Это когда ты выбираешь принципы Офигенности Второй степь Это когда ты выбираешь Офигенности Офигенности И третий Это когда ты не можешь выбрать Потому что Офигенности Это ваш единственный принцип Теперь Пам Он сказал, что Он мне привезти Варь И спросил Что этапе ты встал, сын? Три недели Я ответил На третий Папа И он let me go Он был Я был Я был Слышен Он был искренним Он был Он Он Ну, я думаю, что это сделает тебе ошибка. И я не буду играть с тобой. Не задумывайся. Компетитиво между нас, это... Может быть, это было глупо, но... Только глупо, когда ты победил. Ну, я ошибся, Jack. Я победил, потому что Лили помогла мне. Она купила мне письма с лидерами. И, наконец, эта письма с другими письмами. Конечно, я был бы звонить это тогда и там. Но я подумал, что случилось, если я звоню? Да. Но что-то, тогда? Будет это конец? Нет, конечно, нет. Нет, конечно, нет. Есть опортеры. Есть какие-то инвестиции. И все равно будет на хоке. Лили. 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 Все равно. Это трудно. Это не так, как это было. Я уверен, что вы понимаете. Лили не additions. Он решил вернуть меня неправильно. Вот. что мы могли работать вместе с такими деньгами и зарабатывать всём, пожалуйста. Но вы иначе может быть кратент, как ты подождёшься, чтобы позвать сегодня. Вашalam в ночи в кольконе. Вы помните. Он запутал доброй. И дурак. И так, как мы соседи. Все, как вы никогда не здесь. Как вы приехали на велическое даджину. Как вы приехали на машину в свой час, и сразу решили, что нужно выйти из-за этого. После того, кто бы убежал из-за правительства в холодильнике? Не волнуйся, Джек. Попробуй. Ты еще не прошел это. Я уже. Позвони тому мужику, чтобы этого костеногову прибрали и все. Тоже, что был контрабандист, а он же говорил, что он типа может такое сделать. Давай уберем этого костыля и все. Я знаю, но это важно. Да, я буду держать. Ну что, это змея с палкой, ну его нафиг. Ну, это правильное решение. Как только он об этом упомянул, я подумал, что это будет правильное решение, но... 10 декабря. Ну, потому что это соревнования, блин, навязали мне эту фигню. На что я смотрю сейчас? О, он повесился, прикинь. Какое несчастье. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как я могу позволить это сделать? А, ты позвольте. Кто мог бы сделать это? А... Каптан Карта caught a bunch of scumbags lately. И... А-а-а, он сделал меня многое. Эм... ...А-а-а-а-а-а-а... ...А-а-а... ...А-а... 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 ...А-а-а... ...А-а... ...А-а-а... ...А-а... ...А-а... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мировое ведь кино... Ну, конечно, мировое... Мартин Штетт, дальнобойщик... Ты, типа, подкупаешь чуваков? Я вожу... Кхе-кхе-кхе-кхе... Блин, сорян... Консервы через всю страну уже 27 лет... И могу... Фуры управлять... Считай, на автопилоте... В этот раз я тоже почти дремал... На боковом зрении... Затем что-то странное... Остановился... Там труп мужика на дереве болтается... Нашел... Конечно, место, где повесится... Ну, я копов и вызвал... Пускай его снимут оттуда... Что зря людей пугать... Все правильно... Мешок... На месте преступления обнаружен мешок... Внутри на мешковине запеклось немного крови... Похоже, что преступник... Делал мешок на голову Брита Картера... Когда он был в фургоне... Я был очень этим озабочен... Сказал мешок... И заявил, что не хочет раскрывать свою... Свою личность... Ну, просто... У нас тут идет... Трой Стар... Мартин Штет... Мешок... Трость... На месте преступления обнаружена трость... Принадлежавшая Бриту Картеру... Она словно пополам... Похоже, что Брит Картер не сдался без боя... Или преступник сломал трость уже после убийства... Какой бой, блин? Ты посмотри на этого слизняка... Медэкспертиза... На лице и голове Брита Картера... Следы побоев... Его избили... Перед тем, как повисшее сломано... Он умер мгновенно... Наверное, даже немножечко жаль... Так... У нас галстуки... Галстуки, галстуки... Вороль... Так, вот он идет... Этот коллега, да... Занес левый фургон... Мужчина в красном галстуке... Приказ Бриту сесть в фургон... Мужчина в красном галстуке... Бьет Картера на горе... Нет, подожди... Перед Картером... Мужчина в красном галстуке... Выходит из фургона... Так... Замахнулся тростью... В красном галстуке... Он получил удар в лицо... Садятся в фургон... Выходит из фургона... Бьет его ногой... Не-не-не-не... Вот он стоит и молится... Да, я согласен... Вот так... Вот так... Ну вот так же, все... Что? 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 Ну то есть... У меня нету никак по-другому... Не продолжить... Ничего... Так, прохожий... Как вывел из черной фургового литературы... Открылась додвижная дверь внутри... Там сидел мужик с пистолетом... Приказал хромому залезть внутрь... Еще мне в глаза бросилось... Ну то есть он приказал... Не было никакого избиения... Ничего... Хорошо... Давай он бьет его ногой там... Во! Очень странно... Ладно... Бертолан Саутгейт... Член Бангалстка... Он убил Бритакарта... По приказу боссов... Обвинить... Да... Вообще без проблем... Я выздоровел... Готов к бою... Есть Берч... Красавчик... Мог бы... Конечно, нормально... Изначально не скользить на траве... Но... Выздоровел... Аронович... Или Аронович... Дольче... Мистер Нэш выздоровел... Красавчик... Бретхи... Хе-хе-хе-хе... Давай... Иди сюда... Перебрал с выпивкой... Ну блин... Для Климзи это стандарт... Для Спрингера, кстати, тоже... Ну и Перси... Вообще идеальный... Красавчик... У нас достаточно неплохая смена... Поехали... Много нелояльных... Но... Так... Пусть выбирают сами... Но мне нужен будет... Сильный с газовым баллончиком... На тебе дубинку... Ну, у меня Карикова тазера нету... Тазер есть, конечно... Но Карикова тазера нету... Бретхи у нас, кстати, сильный... О! Накибь! Накибь можно будет отправить... Подождем... Уже сильный нужен был, да? Вроде... Сильный с газовым баллончиком... Начать день... Далее... В смысле потерял уважение? Я вам... Я вам даю то, что вы хотите... Почему потерял... Идите нафиг со своими делами... Да... Сейчас я их не буду расследовать... Да, мне нужен так... Если можете восстановить справедливость... Я научу... Та-та-та-та-та... Кто у нас там был? Нет, подожди... Накибь, накибь... Накибь точно... Сильный с баллончиком поехали... Четыреста баксов, спасибо... Ладно, видео салон начинает себя потихонечку оправдывать... Если потом не случится какого-то трендеца, что... Он закроется с обвинениями там... В черт знает чем... Пьяный рабочий бросил гранату в кабинет своего начальника... Но она не взорвалась... Берч, блин... Так, ты у нас по свету только ездишь, да? Вампир... Хорошо... Смена достаточно большая, но очень много неопытных... У нас он... Брэдхи 380, и он на третьем месте... Вы там вообще офигели... Стрип-клуб... Нэш, этот потомок заметил меня и сбежал... А, стой! Несильный, скрытный! Скрытный, скрытный, скрытный! Скрытный, блин... Я протупел... Почему мне запомнилось, что сильный нужен? Мужчина в плаще подбежал к мотоциклу... Который стоял на сетафоре, столкнул на асфальт и угнал байк... Байк, байк... Поехали, ребят... На следующий день постараюсь... Скрытный нужен... Ну, Климзи, конечно... Максимально на 6 дней просто... Красавчик... Итак... Пьяный рабочий сидит на столе... Начальник это все трясут рукой граната... Вот зараза... Я все правильно сделал... Чику выдернул... Бросил... Спрятался... Ну, что такое? Мужик, дай-ка я попробую... Бросите с этого шумовую... У кого они там есть... А что у нас приказать... На пол и отойти... Интеллект... У меня ни одного переговорщика нету... Поэтому давай... Коп бросил гранату... Она взорвалась и глушила рабочего выброса свою гранату... Но опять не сработала... Граната оказалась... Учебной... Иди в переговоры... Хоть что-то тебе будет... А ты у нас... Давай будешь суперсильным... Клейтом... Ааа... Дружище... Ты прям... Давай хоть в переговоры тебя что-ли... Как можно доработать до... До такого возраста и... И не стать вообще никем... Ладно... Что там... 1400... Ждем... Пофиг... Пока люди вернутся... Иначе я там ничего не сделаю... Арт Климзи... Не... В прошлый раз меня арты убили... Я хочу чтобы он в этот раз живой остался... Ну его нафиг... Патрульную машину догнал... Мотосыкл с мужчиной в плаще... Если он в защитных очках... Приказать остановиться... Включить... Теснить кабочень его... Давай... Мужчина... Заметил маневр патрульной машины... И стрелять... Стрелять по колесам... Коп промахнулся... Ну конечно же... Ну это же естественно... Как это... Знаешь... Ну ты конечно додумался... Устроить в участке... Приют для бешеных псин... Лео просто хотел погладить дворнягу... Так она ему чуть руку по локоть не отхватила... А потом оказалась... Что эта дворище и бешеная была... Лео сегодня в муках скончался в больнице... Лео это кто? Ну и как... Жизнь хорошего коп стоила? Кто такой Лео? А... Братхи? Хе-хе-хе-хе... Дружище... Ну такая... Кто тебе виноват? Крупный пожилой мужчина... Стопором торевого выручку продавца... Крупный... Пожилой мужчина... Идет нафиг... Всех копов отправляем просто... Так... Лео братхи... Да я не хочу ему организовывать церемонию... Иди нафиг... Блин... Чувак... Выеживался как мог... Каждый раз приходил... Сто пятьсот разных форм... Блин... Не делал нифигища... Еще полез блин собаку... О... Спрингер... Молодец... Ну... Серьезно... А работает только полдня... Потому что медиум сказал... Давай пошевелюсь... Заорал грабитель... Ударил топором в прилавок... Оказалось что продавец... Копошился не просто так... Под прилавком у него тоже был топор... Продавец выхватил оружие... И намеренно давать не цену... Давайте битву на топорах... Хе-хе-хе... Наблюдать за битвой шарпунских викингов... Использовать перцевой баллончик... Я не хочу... Выстрелив грабителя... А кто у нас там хороший стрелок? Стрельбы ни у кого нету, да? Берч! Стреляй! Коп промахнулся по грабителю... А ты преступник в момент топора над головой... Скорость у кого-то есть? Берч! Вперед! Коп погиб... Ну вот короче чувак и довыеживался... Ну просто две скорости! Камон! Для чего тогда качать скорость? И вот это все... Если оно не срабатывает... Грабителю успел швырнуть топор в бегущего копа... И попал ему в грудь коп... Умер мгновенно... Преступник сбежал через служебный ход... Эмм... Вы как бы... Немножечко понимаете про строение тела человека... Что... Грудина... Что там нужна нечеловеческая сила, чтобы ее пробить... То есть... При прямом ударе, да, ее можно пробить... Но метнуть топор... Так, чтоб чувак умер... Да ну не! Не... Ладно... Еще... Еще... Еще минус берч... На тебе церемонию... Фиг с тобой... Спрингер... Эм... Нет... Спасибо... Вот это вот у нас прям... И... И новых мы не набираем... Не... Эм... Эм... Так... Хорошо... Ты у нас интеллектор... На... Вперед... Что, Сааранович доедет? Быстренько... За секунду... Выяснит... Первые детали... Тварь... Не доехал... Нет... Пусть... Этого убивать не буду... У него еще... Еще есть шансы справиться... Вообще пофиг... Да... Ложечка... Хе-хе-хе-хе... Тайтус... Фрейзер... Ложечка... Да... Ложечка... Хе-хе-хе... Далее... Я на самом деле сейчас уже очень легко ко всему отношусь... Я в принципе был еще на прошлой... На прошлой серии был готов закончить игру... А сейчас, когда мы... Повесили Фландерса... Вообще все хорошо стало... Так... 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 Ну иди нафиг... Иди нафиг... Далее... Так... Мне нужен... Пострами, да? Там скрытный коп нужен... Ладно, сейчас посмотрим... Что-то случилось? Что-то случилось? Да... 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 Спасибо... Правда... Все... Я не понимаю... Ладно, ребятушки... На этом тогда будем день заканчивать... Прикиньте... Мы протянули еще одну серию... Ммм... Хе-хе... Это неожиданно... Хорошо... Все... На этом мы будем заканчивать... Спасибо, что были с нами... Всем удачи... Добра-бобра... Всем ладушек... Всем покеда... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok